Этот бассейн, как и множество других сооружений в нашем городе, был построен к тысячелетию Брянска. Он до сих пор остается одним из главных спортивных объектов региона. Здесь регулярно проводятся российские и международные чемпионаты. Елена Лутовинова – старший тренер учебно-спортивного центра ДСАФ, одна из тех, кто работает здесь с самого первого дня. За эти годы бассейн, в принципе, остался прежним. Он такой же прекрасный, он такой же красивый, он такой же гостеприимный, он такой же светлый и красивый, и в нем только хочется находиться. Сегодня в секциях бассейна занимается более тысячи детей и взрослых. В том числе здесь обучаются и подводному плаванию в ластах. Подводное плавание – это здоровье, это здоровье в первую очередь, понимаете. Это и дыхание, это и сердце, это и ноги, это руки, это все. Для детей это очень здорово. Это наше будущее, и будущее должно быть здоровым. К юбилею бассейна было решено приурочить традиционное первенство города по плаванию в ластах. На старт вышли более 250 спортсменов от 6 до 18 лет и старше – из Брянска и Смоленска. За призовые места боролись как совсем юные спортсмены, так и те, у кого за плечами многочисленные победы на соревнованиях различного ранга. В их числе Анастасия Ильюшина, выполнившая в прошлом году норматив мастера спорта. Это уже неотъемлемая часть жизни, я никогда, наверное, уже не брошу, пока смогу. Конечно, тяжело и часто, и очень тяжело, но уже умеем через это проходить. Для брянских спортсменов юбилейные соревнования оказались удачными. Отличиться нашим пловцам удалось на всех дистанциях и практически во всех возрастных группах. Кристина Протсхилова, Иван Зюрев, События, Брянск.